Заканчивая наше вчерашнее общение, мы можем сказать, что существует четыре категории населения на земле. Евреи, принявшие Мессию, и верующие из язычников, принявшие Мессию, соответственно, евреи, не принявшие Мессию, и язычники, которые не приняли Мессию. Уже признак будет следующим народа Божьего. Это те люди, которые последовали за Мессией. И все остальные люди, которые еще на сегодняшний день не последовали, они, в общем-то, относятся к категории язычников. И даже те люди, которые являются по плоти евреями, несмотря на то, что они, в общем-то, имеют обетование, они не наследуют спасения до тех пор, пока они не приняты обещанного им Мессии. И когда идет речь о преграде, идет речь о преграде, которая запрещала верующему из других народов, верующему из язычникам, празелитам, заходить в двор народа. На сегодняшний день такая преграда, в общем-то, в принципе, отсутствует. И мы можем, как верующие из язычников, так и верующие из иудеев, простираться к Богу, в общем-то, заходить в общение с Ним путем новым и живым. Окей. Итак, я не знаю, внимательно вы читали или нет первые главы книги «Бытия». И считаете ли вы, что существовал завет с Адамом или нет? Как вы считаете, существовал завет Бога и Адама? Есть разное мнение, точно, есть разное мнение. Окей. Некоторые, ну, в данной аудитории, по крайней мере, точно есть. Некоторые считают, что существовал, некоторые говорят, что нет. Я не вижу формального заключения завета. Ну, я вот, ну, читал и не нашел. Поэтому я отношусь к тем людям, которые считают, что такого завета, в общем-то, не было. И если вы считаете, что он был, ну, может быть, я не прав, вы правы, и, пожалуйста, считайтесь именно здоровьем. Я не считаю это, ну, настолько принципиальным вопросом. Мы можем сказать, что существовал определенный закон, да, исходя из второй главы 17 стиха, где Всевышний говорит «не ешь», и последствия, которые наступают, если, в общем-то, будешь есть. Разобрались мы с понятием смерти, да, немножко. Теперь мы можем сказать, в тот день, когда Адам вкусил, он умер? Опять, опять, опять осечка. Опять осечка. Давайте попробуем еще раз. Я ж хитрый. Вчера я лишил вас возможности употреблять технический термин духовный. Давайте сегодня мы опять лишим вас этой возможности и спросим. Он умер? Все, отлично, большое спасибо. Значит, все добрые студенты, в перерыве попробуйте донести еще раз ту же самую мысль, которую мы разбирали вчера, что, в общем-то, умер. И что подразумевалось под словом «смерть»? Сможете? В любви, кротости, да, сможете. Ну, если им не удастся, то вы подойдете ко мне на следующем перерыве, через перерыв, я попробую сделать то же самое. В общем-то, вчера мы пришли к выводу, что он таки умер и умер в тот день, и мы разбирали вот это понятие «смерть». Я думаю, что для некоторых это было неожиданностью, что, оказывается, есть вот такое библейское понимание слова «смерть». Вот так мы на него смотрим. Теперь, опять-таки, как выяснили, не все, да, но вы поможете прийти нам всем к общему пониманию. Таким образом, мы видим, да, что они что-то сделали, в общем-то, ну, понятно, все как всегда. Адам попросил Бога понять, что он сам во всем виноват, дав ему жену. Бог как-то с этим не согласился и, в общем-то, возложил некую степень ответственности за совершенное деяние, как на Хаву, она же Ева, да, так и на Адама. Было такое, да? И заодно, что он для нас важно, он дал им обещание. И это обещание, оно очень интересное. В общем-то, некоторые теологи называют его Первой Евангелием. И вот это обещание, оно показывает нам модель существования обетования вне завета. Ну, некоторые привязывают, как я уже понял, это обещание к некому завету, который был тогда совершен, потому что некоторые говорят о том, что, ну, поскольку там он надел шкуры, то пролилась кровь, если пролилась кровь, то это уже завет и так дальше. Я не возражаю, можете так считать, нормально. Итак, Берешит, или Бытие, 3 глава, 15 стих. «И вражду положу между тобою, между женой, между потомством твоим, потомством ее. Оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить его в пяту». Знаете, да? И знаменитое это место, там есть специальное слово, обозначающее «зерах», слово «семя». Опять, со свойственным евреем подходом мы имеем несколько переводов этого слова, как «семя» или «семена», «потомство» или «род», «может быть, дети», и вообще «сений», и даже «посев». Ну, еврейские слова, они достаточно емкие. Но когда мы заглянем в септуагинту, а к этому переводу, как вы понимаете, христиане не имели никакого отношения, потому что он сделан был во II веке, до начала этого лета исчисления, то это слово переведено очень интересным словом «сперматос». Понятно, да? То есть перевод этого греческого слова уж точно «семя» или «дитя», или «потома». То есть понятно, что понимали евреи, читая это. Они понимали, что это слово обозначает «семя». И что интересно, что как, ну, здесь уже все достаточно взрослые люди, вы догадываетесь, что семени у женщины, ну, нету, просто нету. И здесь, в общем-то, говорится о неком чудесном рождении, о семени жены. И весьма интересно было бы посмотреть на дословный перевод Торы, и он будет, в общем-то, впечатлять. Потому что он будет показывать нам понимание, которое отлично от общепринятого понимания, и то понимание, которое имела Хава. Как понимала Хава обетование Берешит 3.15? Она понимала его в 4 главе, в 1 стихе. Дословный текст будет следующим. Адам познал Тхау жену свою, и она зачала и родила Каина. Пока все у вас совпадает с синодальным переводом? Да? Да? И сказала, приобрела я человека Господа. Предлога от на самом деле нет. И там написан тетраграмматон. Ну, вы знаете, что такое тетраграмматон? Не надо на меня так смотреть. Окей. Непроизвененосимое четырехбуквенное имя Бога. И Хэй, Вэд Хэй. Вав Хэй. То есть, когда мы говорим тетраграмматон, мы подразумеваем личное имя Бога, относительно которого была заповедь, не вспоминая имени Бога твоего напрасно. Понятно, да? И здесь Хава буквально говорит, что она его родила. Странное понимание, да? И мы видим различные переводы и толкования в Иерусалимском Таргуме. Приобрела я человека ангела Господа. Это Иерусалимский Таргум говорит. В Таргуме лже Ионатана написано, приобрела для человека ангела Господня. И здесь используется во всех случаях, там где Господня, используется везде тетраграмматон. И как вы знаете, в общем-то, еще любопытное замечание. Ангел Господень, когда употребляется это выражение, ангел Лика его или ангел Господень, вы знаете, кого имеет в виду? Мессия, да. Машеха. Ну, это то, о чем говорят Таргумы. И есть такой медраж Рава, комментарий на Бариши 22, 2 стих, он затрагивает также Бариши 4 главу 1 стих. И Рава Акива отвечает Ишмаэлю, Раве Ишмаэлю, и говорит следующее. Если написано, приобрела я человека Господа, то это трудно было бы истолковать. Странно, да? Нам трудно это истолковать? Нам трудно? И что, не Господь? Я прошу прощения. Еще раз. Вы немножко, наверное, не поняли, о чем идет речь. Я вам объясню. Хава понимает исполнение обетования в ее сыне Кайне. Понятно, что она ошиблась? Ну, понятно, что она ошиблась? Ну, Каин не был мессией. Но Хава ожидает исполнения обетования. Каким образом она ожидает его? Мессии. И она понимает, что рожденный должен быть кем? Господом. Понятно, о чем я сейчас говорю? Это странно звучит. Объясню еще раз. В общем-то, мы знаем, что одно из имен мессии – это Эммануил. Бог с нами. Мы знаем, что мессия – Господь. Мы верим вообще в непорочное зачатие? Мы верим в том, что Дева родила, в общем-то, Господа. Но иудеи отрицают все эти доктрины. Это понятно? Ну, то есть, берут и говорят, что это ерунда, выдумки. Кого? Христиан. Мы так никогда не понимали, мы так никогда не верили, мы так никогда не знали. Это все они придумали. У нас никогда такого не было. А это не совсем правда. Если быть точным, совсем не правда. Потому что они размышляют над словами, которые говорят в Савторе. И Хава говорит, приобрела я человека Господа. А значит, рождение Господа, оно понималось и ожидалось на тот момент времени. Но евреи смотрят в этот текст и понимают. Вы себе представляете, что это не так легко понять? Ну, легко понять, что значит я родила человека Господа. Нет, конечно, я говорю. Поэтому, поскольку написано, приобрела я человека Господа, и это трудно было бы истолковать, поэтому требуется предлог «эт» – с помощью Господа. И это то, что находится в вашем тексте, приобрела я человека с помощью Господа или от Господа. Это объяснение, предлог, который как бы объясняет, что имеет в виду на самом деле оригинальный текст. Но оригинальный текст говорит следующее. Приобрела я человека Господа. И в этом же месте, в этом же Медраше в сноске, говорится, возможно, здесь подразумевается, что она родила Господа. То есть, один из возможных смыслов, ну, с моей точки зрения, это самый простой и прямой смысл, что она родила Господа. То есть, они ожидали исполнения этого обетования. За неимением времени мы сейчас не будем разбирать имена, которые давали в то время, имена, которые указывают на ожидание прихода искупителя. То есть, вот это первое Евангелие, когда Бог обещает искупление человечеству, приход семени, приход семени, которая искупит человечество, которая принесет освобождение человечеству, которая вернет человечество в первоначальное состояние, которое предназначалось для него, да, эти ожидания были тогда, еще до Израиля, до потопа, они уже были тогда. И люди понимали, что рожденное семя – это Господь. И пророчество, которое говорили, «Эммануил, Бог с нами, все дело в очреве». И когда я разговариваю с иудеями, и они говорят, «Послушайте, Альма – это молодая женщина, это не девственница». Я говорю, нет вопросов, я с вами могу согласиться, но объясните мне, в чем тогда знамение. Ну, если девственница рождает, я понимаю, в чем знамение. Вы догадываетесь, в чем знамение? Ну, такого не может быть, а это случается. Понятно, знамение – это чудо. А когда женщина рождает, ну, извините меня, конечно, это праздник, это чудо, ну, немножко не дотягивает до знамения. Потому что это знамение каждый день. Ну, вот, зайдите в роддом, там такое знамение каждый день. Вот сейчас мы ждем такого знамения, да. У нас брат наш становится дедушкой. Ты чувствуешь вообще? Я пришел к моему одному другу, я говорю, вот, а он уже дедушка. Говорит, ну, как? Говорит, Дима, не передамай моего ощущения. Любовь без ответственности. Ты любишь, а родители отвечают. Так что вот скоро начнется. Любовь без ответственности. Ты просто выражаешь любовь. Понятно, да? Это то ожидание, которое было у Хавы. Понятно, она немножко была разочарована, в общем-то. Когда она поняла все это разочарование, это нашло отражение в имени ее второго сына. Ну, вот, что бы я хотел сказать. Существование обетования, не привязанного к завету, и безусловного обетования. Если вы видите заветные отношения с Адау, ну, вам нужно понимать тогда, каким образом он входил в этот завет, какие условия были этого завета. Ну, и обетование, если оно было прикреплено к определенным условиям, то оно условное или безусловное. Потому что обетование вот это, первое Евангелие, оно не имеет под собой никаких условий. Бог говорит, что это произойдет. Он не определяет время, но он говорит, это произойдет. Это обетование безусловное. Понятно, да? Понятно или нет? Не все. Давайте уже придем к какому-то общему заданию. Понятно, нет? Если не понятно, лучше спросите на самом деле, потому что дальше мы будем двигаться. И нам нужно иметь понимание некоторое о существовании обетования, которые не имеют условий и не привязаны к заветам. Это очень интересный такой момент. Лучше спросите у меня. Почему все-таки тогда он это змею сказал, а не Адаму или Еве? Что именно он сказал? Он сказал, Господь, Бог, змею. И первое Евангелие объяснил змею, не Адаму и не Еве. Итак, 14 стих. И сказал Господь, Бог, змея, за то, что ты сделал это проклят, ты из всех скотов, из всех зверей полевых, на чреве ты будешь ходить вправ, будешь есть все дни жизни твоей. И вражду положу между тобой и женой, между потомством твоим и потомством ее. И оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. И вы считаете, что при этом Адам и Хава были не в курсе этого? Я понял, что они были не в курсе. Это уже догадки. Нет, я просто спросил, они были в курсе или нет? Написано. Не описано. И нужно понимать, что если вы сейчас пролистаете приблизительно еще пару страниц, перелистаете. Какая глава у вас? Отлично. Вы понимаете, сколько лет вы перелистали? Чуть-то поболее будет. А если вы перелистаете вот до Нового Завета, сколько вы перелистаете? Вот так, загните следующее. Ну, чуть поменьше будет. Ну, понятно, что не все там написали, как бы вам хотелось. Понятно, да? Мы так просто не меряем, да? Ну, вот когда вы перелистаете первых там пару страниц, это там, ну, порядка двух тысяч лет. И все, что нам посчитали сообщить, нам вот так вот сообщили. И мы видим о том, что ожидала Хава. И мы можем посмотреть на Бытие 3.15 и понимать, что она как-то этим странным образом поняла вот это. Может, она поняла что-то другое. Может, это действительно говорили только змеев, а отдельно что-то ей на словах передали, что нам не сообщили. Но нужно понимать, что Маше писал спустя достаточно долгое время после совершенных событий. И Господь сообщил ему то, что посчитал нужным сообщить. И здесь, ну, как бы выбор небогат. Если вы считаете, что это было сказано Змею и Адам и Хава были не в курсе, ну, трудно с вами поспорить, я и не буду этого делать. Но у меня тогда вопрос, откуда было понимание в 4 главе? Ухавы. Понятно, да? Еще раз, когда мы смотрим на Писание, нужно для себя отмечать некоторые вещи. Нам сообщено далеко, извините меня, не все. Это раз. Второе. События не всегда изложены в хронологическом порядке. Это два. И писались они тоже не в хронологическом порядке, во всяком случае, если мы смотрим на книгу бытия. Понятно, да? То есть они писались спустя того, как эти события произошли. Намного позднее. в связи с этим есть некоторые накладки по тексту, которые трудно было бы оценить. Нам однозначно сказать, вот только так, а не иначе. Это понятно? Вопросы, ответы, предложения, пожелания. Можем переходить дальше? Не, не будем? Или можно? Я вот не понимаю этого жеста. К чему оно относится? Не будем переходить дальше? Или можно? Пока, хорошо. Тогда мы перейдем к НОЭ. Самый простой вопрос к НОЭ, ну это в виде разрядки. Скажите мне, пожалуйста, сколько НОЭ строил Ковчег? Нет. Сколько? 500. 500 лет строил Ковчег. 120. Спасибо. Мы уже видим три цифры. И я подразумеваю, что все из говорящих, они... 100 лет. 100 лет. 2. Осталось 2 цифры. 100 и 120. Что, что, что? Чуть менее. Ну да. 7, 8, где-то так. И я понимаю, что все из наших учащихся основывают свою цифру на Библии, да? Да. Долго издеваться над вами не буду. Просто сразу скажу. Неизвестно. Ну, Библия нам не сообщает, сколько лет он строил Ковчег. На досуге вы поинтересуетесь, где же вы выкопали эту цифру, если в Библии ее нет. Понятно, да? Ну, опять, наше представление. Ладно, еще один легкий вопрос, но я сразу предупреждаю. Я предупреждаю. Не, он легкий. Легче не бывает. Сразу предупреждаю. Вы же помните, я говорил, что самый первый напрашивающийся ответ, простой и естественный, он может быть каким? неправильным. Для начала неправильным. Он будет несложным, а неправильным. Поэтому я задам легкий вопрос. Сколько заветов у Бога было с ноем? Мы имеем, по крайней мере, две цифры. Один и два. Меня больше интересует цифра два. Скажите мне, пожалуйста, а вы могли мне показать два завета? Так, говорю. И сказал Господь, истин, вот он. Это в какой главе вы читаете? Это шестая. Шестая, восемнадцатый стих. Спасибо большое. Спасибо. Шестая, семнадцатого и по девятнадцатый стих. Действительно, оказывается, с ноем было заключено два завета. Теперь мы посмотрим на суть этих заветов. И это очень интересные заветы. Открывайте Берешин, шестая глава, семнадцатого по девятнадцатый стих. Мы будем читать. Потому что это очень интересный завет. И вот, наведу потоп, воду на землю, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Все, что на земле, скончается. Но с тобой я установлю союз мой. И войдешь в ковчег, ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобой. А от всего живущего, от всякой плоти, по два из всех, введешь ко всех, чтобы они остались с тобой в живых. Мужского пола, женского, пусть они будут. Ну, перевод немножко отличный, а сиронодального, да? Ну, я думаю, что не страшно. Смысл тот же самый. Итак, опишите мне, пожалуйста, по тексту суть завета. Ну, какая суть завета? Да. Что они останутся живыми, пройдя потоп. Теперь, скажите мне, пожалуйста, с кем заключенным подзовет? Только ли с людьми? Ага. Оказывается, с теми, кто войдет в ковчег, а в ковчег входили как люди, так и животные, зверь. Итак, это мы определились. Завет условный или безусловный? Нужно было вхождение в этот завет или не нужно было вхождение в этот завет? Ну, какие-то условия для вхождения в завет? Спасибо большое. Если бы они не вошли в ковчег, вошли бы они в завет? Нет. То есть, в этот завет нужно было войти посредством послушания. Ну, понятно, построить этот ковчег, а потом в него еще войти. Если кто-то бы капризничал и не захотел входить, то он автоматически не вошел бы в этот завет, потому что он бы не прошел через воды. Итак, завет ограничил количество вошедших в него. Это раз. Вторая часть. Судя по всему, он был коротким по времени. Сколько он действовал по времени? Ну, вышло не через год. Это старт был. Это все как... Процесс занял немножко больше времени. Понятно, да? То есть, цель завета была достигнута через... Понятно, да? После этого завет продолжил свое существование? Да, конечно. Еще раз. Завет был в чем? Что они пройдут через воды потопа и останутся в живых. Они прошли через воды потопа. Они остались в живых. Завет что? Продолжил свое существование? Ну, для того, чтобы завет должен был существовать, должен был следующий потоп. Ну, если завет действенный, значит, он должен был провести их еще разочек через потоп. А поскольку Всевышний сказал, что больше нет, я не наведу. Ну, разве что сгорит все. А воды уже все не будет. Земля сгорит, это да. Это будет, да. А вот потопа больше нет. Обещал? Обещал. Ну, это уже второй завет. Мы приходим к новой, уже к девятой главе, забегаем немножко в трех. Итак, мы можем сказать, что завет был коротким по времени, всего лишь один год. для вхождения в этот завет нужно было как минимум послушаться. Да? И через год по достижению завета уже глупо было бы вспоминать об этом завете. Ну, вот дальше мы не можем встречать историю, когда новых приходят и говорят, ну, ты помнишь, мы с тобой в завете, что ты меня проведешь через годы потопа. Ну, Всевышний говорит, ну, все, уже провел. Очень важная мысль, она нам пригодится. На самом деле вот в чем. По достижению цели завета завет прекращает свое существование. Он становится бессмысленным. это типичная еврейская черта. Я не буду соглашаться, пока я не пойму, куда вы меня проведете. Я сейчас объясню. Давайте заключим с вами завет, что я подарю вам мелок. Я выполнил свой завет? У вас есть основания обратиться ко мне за следующим мелком? почему? Значит, завет что? Перестал существовать? Куда я клоню? я к мелку, я промелок. Если хотите, оставьте, у меня там еще есть. Еще раз, куда я клоню? Я говорю простую вещь. Если цель завета достигнута, то завет перестает существовать. Что тут? Ну, это трудно понять? Не, ну, послушайте, ну, хотите, я вам мелок подарю? Ну, это все просто. Если мы договорились о чем-то, я выполнил то, о чем мы договорились. Смысл вам обращаться к этим договоренностям? Я могу объяснить, почему. Почему? Потому что, начнем с того, что, допустим, если вы ко мне обратились и предложили мелок, это значит, у нас с вами уже есть какие-то взаимоотношения. Вы же не предложили его Свете. Согласен. Стало быть, я уже могу рассчитывать на какие-то дальнейшие взаимоотношения. Поэтому Света, найдем у меня. О, теперь мы все можем. Нет, все еще нет, только вы со Светой. Мелком не хватит. ну. Отлично. Да, у вас есть какие-то взаимоотношения, но эти взаимоотношения заветные или нет? Это в заветные взаимоотношения? Да не надо мне верить, вы же мелок держите в руках. Я выполнил условия завета. Да, вы можете со мной поздороваться, вы можете со мной общаться, нет вопроса, у нас есть какие-то отношения, ну, во-первых, я вам мелок подарил. Нет, все, уже кино закончилось. А что еще мы можем общаться? После завета нельзя требовать. Еще ожидание может поможет, но требовать завете нельзя. Вот это правильное понимание. Есть определенные отношения на основании завета. И на основании этих отношений заветних вы можете требовать чего-то, да? То есть вам даны какие-то обещания и они скреплены заветом и вы в общем-то имеете право полагаться на них, правильно? Но других обещаний извините вам не давали, на что вам полагаться? Да, отношения есть, вы можете обращаться, но вам никто больше ничего, извините меня, не обещал. Может это дуд, я не против, но точно не должен. Понятно, да? Смелко? Сомнительно, я ничего не получил обратно. Я так предлагаю, вы хотите подвести мысль о том, что, рассматривая заветы, мы должны понимать, что мы можем жить с Богом в рамках завета. Если он нам давал завет, значит, надо знать, кому давал, когда давал, насколько давал. и по какому-то вопросу нет завета, мы не имеем никакого отношения не имеем. Если не с вами завет, извините, то, простите, отчего, собственно говоря. поэтому меня меня очень удивляют люди, которые претендуют на завет Авраама. Извините, он был дан кому? Аврааму, его потомкам. если вы не являетесь потомком Авраама, то вам что-то вообще кто-то обещал? А люди спокойно говорят, так, мы же потомки Авраама, по вере. Там были потомки Авраама не то, что по вере, а по плоти, и они тоже ничего не получили. Да, вот с Хакен речется тебе семя, а остальные все, извините, меня мимо. проходит с подарками, но в завет при этом не входит, но это чуть-чуть позже. Итак, мысль очень простая, и потом уже понятно, что я к ней вернусь, да, это что, чего вы не хотите, потому что вы не понимаете, в какой момент времени я к этой мысли вернусь. Я сейчас помогу, этот момент сейчас наступит, все будет просто. Итак, завет, который достиг своей цели, перестает существовать или действовать, как хотите обозначить. И абсолютно безумное мероприятие возвращаться к этому завету, потому что тот, кто вступил в завет, скажет, извините, я свою часть уже бай, наступил другой завет, и теперь к тому завету не нужно обращаться, потому что действует другой завет. все просто. Все просто. Вы знаете, вообще цель Синайского завета? Да, извините, цель того завета было явление Христа, а после явления Христа цель достигнута, а значит завет шел, перестал, несложно, я не имел ввиду завет Авраама, я только завет Синай имел ввиду. Понятно? Если вы знаете цель завета, и она достигнута, то завет перестает существовать. Если цель завета не конец законов, а цель закона, цель того завета Христос, то он явлен, а следовательно завет перестал существовать, потому что цель достигнута. Можем ли мы теперь возвращаться к Синайскому завету? Какой смысл? Мы можем там черпать мудрость Божию, видеть его благость, как бы назидаться, но войти в закончившийся завет мы уже, извините, не можем. Понятно, да, о чем И поэтому именно в послании к евреям написано, что все уже близко к уничтожению. Понятно, да? Понятно, куда я клонил? Так, в послании к евреям написано, что близко к уничтожению относительно завета? 8-13. к евреям. А потому, что храм еще стоял. После уничтожения храма выполнение условий этого завета стало невозможным. А может быть, еще один? Попробуйте. Микрофон. Микрофон. А может быть, такое, что закон действует на тех, кто не принял Христа? Вы подменили понятие, походу. вы не обратили внимания? Мы говорили только что о завете, а вы только что о чем сказали? О законе? А это одно и то же? Ну, слова разные, во всяком случае, точно. идем дальше. Нормально, сложилось. Дальше мы идем к счастливой мысли. Очередное разочарование. Готово, да? Как вы воспринимаете или понимаете слово завет? договор. Не, договор, ну, уже прозвучало, если у кого-то есть другое понимание, можете сказать? Договор. Так вот, Бог никогда ни с кем не договаривался. Мои хорошие, Бог никогда ни с кем и ни о чем не договаривался. Он говорил, как будет. Когда мы говорим о договоре, мы говорим о неком переговорном процессе, когда две стороны что делают? Договариваются. А Бог ни с кем не договаривался. Они изначально неравны. Нет, но опять. Евреи 8.13. Еще раз. В договоре стороны не обязаны быть ровными. Нет, есть. Послушайте, мы можем иметь различные формы договоренности или договора. И эта форма может быть между равными партнерами, может быть не между равными партнерами. Но я представлял интересы Тюменской нефтяной компании. Я подписывал договоры с автозаправочными станциями. Это были равные партнерские взаимоотношения? Но это были партнерские взаимоотношения? Да. Но они были неравными. Есть взаимоотношения партнер-покупатель-продавец. Покупатель может быть намного больше продавца или намного меньше продавца. Они могут быть неравными. Причем неравенство может быть кардинальным. Но это не имеет значения, потому что они о чем-то что? Договариваются. Кто-то делает предложение, кто-то его обсуждает, и идет какой-то переговорный процесс, потом который закрепляется чем? Договором. Я обращаю ваше внимание на то же переговорного процесса. В принципе априори никогда не было. Бог ни с кем не договаривался. Он говорил, ребята, хотите войти в завет, ну войдите в ковчег. А не хотите? Можете не войти и посмотрите чем все закончится. Он вступил в завет с ними? Им нужно было что? Послушаться, а не договариваться. Им не надо было ковыряться в носу и говорить, так, а можно ну 50 на 50 мы построим с тобой ковчег. Половину построишь ты, а половину построим мы. Тяжело просто самому строим. Ну давай включайся в процесс. Ну что, мы с тобой договариваемся? А можно это будет не ковчег, а какая-то лодочка другая? И ты будешь поливать ну не здесь, а в другом месте. Ну так, чтобы тут вода просто поднимала. Кто-то о чем-то договаривался? не понял. Нет. Он сказал, вам нужно сделать вот это и тогда произойдет вот это. Если вы не сделаете этого, то извините, будет то, что будет со всеми. Ну как в том анекдоте. Давай быстрее, пока не началось. Говорит, а деньги? Да, уже началось. Понятно, да? то есть вот такого процесса нету. Он говорит, вот будет так, на моих условиях, не на ваших. Ну, идея договора хорошая, но не рабочая. Я просто просил бы вас освободиться на наш курс, в всяком случае, отмыслить, что Бог с кем-то договаривался. он ни с кем, ни о чем, никогда не договаривался, и скажу вам больше. Договариваться, по-моему, не собирается. Он творец, а мы, извините меня, творение. И производитель телефона Apple или Nokia точно не договариваются со своими телефонами. Они не вступают с телефоном в договорные отношения, потому что они являются творением, изделием, а эти их сделали, и поэтому какие тут договоренности? Понятно? Идея, ну, она не оформлена в виде, может быть, осознанного каких-то пониманий, что мы о чем-то с Богом должны договориться, а может быть, не оформлено в таком виде. Но из самого слова договор уже вытекает соответствующее понятие, которыми мы можем неосознанно пользоваться. Понятно, да? И точно так же, как лишив вас технического термина духовная смерть, мы пришли к некоторым измененным пониманиям, да? Точно так же, убрав вот эту составную часть, когда кто-то с кем-то договаривается о чем-то, все становится сразу на свои места. Потому что в будущем вы должны понимать, что даже если вы находитесь в завете с Богом, то вы можете находиться с Ним только на его условиях, и точно ничего не можете требовать в этом завете, а можете только выполнять условия этого завета, ну или договора, если вы хотите. Понятно, да? То есть это вещь, которую вы вошли и должны ей следовать. С этой счастливой мыслью мы остаемся на переживке. Мысли, что он ни с кем не договаривается, и мы занимаем место творения, а он, собственно говоря, творец. И плавно мы можем переходить к завету, который он заключил с Ноахом. Да? И когда мы смотрим на этот завет, мы можем увидеть любопытные вещи. Любопытные вещи. Это мы должны открыть, очевидно, девятую главу. Мы все не можем вырваться за пределы книги бытия. или берешь не знаю, это хорошо. Поверьте, времени маловато у нас для того, чтобы ее действительно хорошо узнать. Итак, «И благословил Бог Ноаха и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Раньше это где-то звучало. Да. «До страшится и трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движущее, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам ее». Или даю вам все. Важный момент, важный момент, в каком плане? Этого раньше не было. Люди, можно так сказать, были до этого вегетарианцами, ну или травоядными, кроме травы, фрукты кушали, пища растительного происхождения. С этого момента что-то происходит. Я разговаривал с одним парнем, и я смотрел на него, мне было так интересно, я просто получал удовольствие. Он мне объяснял, что это неправильный перевод, что я неправильно понимаю, что такого не может быть, и что здесь не это написано. Он исполнял такие чудеса с текстом, что вы себе не представляете. Я млел. Вопрос же в чем? Тут написано все. И причем написано все, и если кто-то что-то не понял, тут же написано все, что движется. Ну, как перевести иначе это слово все. Вы знаете, и креветки. хуже всего свинья тоже попадают под это определение. Да, просто не все. Все. И вот это вот все входит в определение благословения. Жуткая история. как мог он это благословить. И дать это все человеку. Кушай. Разрешили. Все, кушай, пожалуйста, на здоровье. Кушай. Все это для тебя что? И благословил Бог Ноя. Деньки, это все благословение. Это не проклятие. Даже свинина не проклятие. Жутко звучит, конечно. Вы как-то странно на меня все смотрите. Наверное, я еще прочитаю. Все движущее, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам. Все. это завет нохо. И в этот завет нохо включены все люди, живущие на земле. И кроме людей, заодно, извините меня, животные тоже. я понял. всякого зверя, защищу также и душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Я ответил на ваш вопрос? Отлично. Человека кушать не будем, запрещено. Запрещено этим же, собственно говоря, заветом, этими же условиями. Это можно кушать, в понятие все, человек не вошел. И причем, если даже животное будет кушать человека, животного Бог обещает тоже взыскать. Поэтому все, что движется, кроме человека, человек может двигаться спокойно, его кушать нельзя. Все остальные должны нервничать. Еще раз. Человек может двигаться спокойно, все остальные должны нервничать. Ну, так, тут написано. Я не пошутил. Хорошо, ладно, прошу. Да страшится и да трепещут вас все звери земные. Что написано? Нервничать должны. Звери, птицы, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в руки ваши отданы они. Значит, все они должны что делать? Нервничать. Они, в общем-то, так и делают. Подойдите к птичке. Нервничают, улетают. к тигру подойдите. Он тоже нервничает. Только вы больше. Вы оба начинаете нервничать. Он лежал, все было хорошо, подойдете, он нервничает. Тут у кого нервы крепче просто. Но он потом же ответит, если вам от этого легче. Нет, тигры, они хорошие, их просто дразнить не надо. Многие животные, они нападают на человека в виде только самозащиты, потому что они подозревают, что вы с нехорошими нами подходите. Для большинства животных человек не является пищей. Итак, мысль доходит потихоньку, все, и все это является благословением. И по этому завету запрещено употребление крови. Это не по Синайскому завету. Синайский завет лишь повторил заповедь завета Ноя. Поэтому, извините, кровь употреблять в пищу нельзя в соответствии с заветом Ноя. Ну, сказал Бог, но хуйся нам его с ним. Вот я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас. И со всякой душой живой, которая с вами, с птицами, со скотами и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега и со всеми животными земными. поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставлю между мной и между вами, между всякой душой живой, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу моего облакить, чтобы она была знамением завета между мной и между землей. И да будет, когда я наведу облако на землю, то появится радугая в облаке. И я вспомню завет мой, который между мной и между вами, и между всякой душой живой, всякой плоти. И не будет более потопом на истребление всякой плоти. И будет радугой в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный, между Богом, и между всякой душой живой, и всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ноаху, вот знамение завета, которое я поставил между мной и между всякой плоти, которая на земле. Итак, здесь мы видим некоторое вещи. Завет расширяется на потомков. Если первый завет был заключен между Ноем и всеми зашедшими в ковчег людьми и животными, то второй завет заключен Радуга. Отлично. Потом покажете всем Радугу. Хорошая картина. До сегодняшнего дня встречается. У некоторых может возникнуть мысль, что у Бога плохо с памятью. Поэтому он себе напоминание поставил в телефоне. Хорошо, отлично. Потом. Должна быть там. То, что на земле из окна, это преломление спектра света через призму. Она тогда получается. Но это не радуга. А радуга должна быть на своем месте. Он сказал, если увижу на земле ее или в облаке. Где он сказал? На небе, в облаке. Не на земле. То другая штука. То радуга, но другая. Он там не видит. А если и видит, то не вспоминает. Ну, вспоминает только, когда видит это. Ну, понятно, что это некоторые образы, которые для нас нужны. А не для него. У него хорошо вспоминает. Итак, здесь завет расширяется. Как бы суть завета приблизительно та же. Не утонете. Суть того завета была чего? Не утонете. Суть этого завета какая-то другая? Нет. Завет, в общем-то, в том же самом, что не утонете. Ребята, все будет хорошо в вашей жизни. Ну, там пока не пройдете через потоп. Изначально они тоже не знали. А здесь, в общем-то, ну, действия несколько шире. И не только с охраниченным количеством людей, стоящим там, но и с их потомками. Важная часть, что он заключен не только с теми, кто стоял и вышел, но и с их потомками. Понятно, да? Соответственно, действие завета расширяется и время завета расширяется. Дальше есть прикольная особенность у этого завета. В него включены все. Вот, к примеру, возьмем человека, который не в курсе, что есть такое заветное или нохо. А он в этом завете? А он не согласен? А он все равно в этом завете? то есть мы видим безусловное включение всех в этот завет. И при всем при этом если вы нарушаете условия этого завета, вы из него все равно не выходите. Вы ответите, но не выйдете. Понятно, да? То есть ваше непослушание оно не выводит вас из завета, оно ставит под ответственность этого завета. То есть вы ответите в соответствии с условиями завета, в которые вас включили. Хотите вы этого или нет? Вас никто не спрашивает. Вы в нем. вы увидите определенную эволюцию в этом плане в заветах, которые будут заключаться позднее. Но, к примеру, завет Авраама, в него входил ребенок добровольно? на восьмой день добровольно входил? Он говорил, папа, мама, пора в завет. Нет, его никто не спрашивал. Ему было больно, он кричал, мог даже сопротивляться, выражать свое несогласие всем, чем он мог выразить это, но его, извините меня, никто. его вводили этот в завет, и ответственность на введение в завет лежала, в общем-то, на папе. Завет Синая, он несколько отличался. С одной стороны, в этот завет вводили насильственным образом детей, с другой стороны, были люди, которые добровольно могли войти в этот завет, приняв условия этого завета. Есть разница? То есть, два было пути вхождения в этот завет. Еще раз, только медленно. В завет Авраама был один путь вхождения, и он был недобровольным. Добровольного пути вхождения в завет Авраама не предусматривалось. Мы чуть позже будем смотреть. В завет Синая было два пути. Один добровольный, а другой, извините, опять-таки насильственный. Понятно, да? А в Новый Завет существует только добровольный путь вхождения. Понятно, да? Определенная, как бы, сказать, эволюция завета. В первую вообще никого не спросили. Позвали всех и сказали с этого момента, собственно говоря, все вы и ваши. Так мы не хотим. Уже поздно, уже в завете. Смотрите, радугу видишь, да, все, уже в нем. Так я не согласен. Уже, извините меня, в нем. И все люди на земле, и все животные, они рождаются в этот завет. Хотят они этого или нет. Могут все не хотеть. Бабушки, дедушки, родители могут не хотеть, а рождаются все равно в завет. В завет Авраама папа должен был на восьмой день ввести ребенка в завет. Это его ответственность. Его за это потом спрашивают. А ребенок, ну, с него никто ничего не спрашивал. Вели, да и все. Там еще была одна категория населения, рабы, купленные за серебро. Тех тоже не спрашивали. Ну, они по тексту кто у нас? Рабы. Поэтому их тоже, собственно говоря, никто не собирался спрашивать. Но когда мы говорим о Синае, появляется категория людей, которые называются герами, или в синодальном переводе они названы пришельцами, или греческое слово празелит. Это категория людей, которые добровольно решили войти в этот завет. Понятно, да? Они приходят, говорят, возьмите нас, условия будете выполнять, будем, заходи. Понятно, да? И новый завет состоит только из людей, которые добровольно в него вошли. Тут другого пути нету. Нельзя младенцев ввести в этот завет. Нельзя заставить войти в этот завет. В этот завет можно входить только добровольно. Ну, хорошо, вот тут мы сошлись быстро. Понятно, да? Любопытный путь вхождения в завет ноха. Если в первый надо было послушать и войти, то здесь уже никто никого не спрашивал. Все зашли и все стали под ответ. И в соответствии с этим ну заветом люди будут судимы, наказываемы, если они будут нарушать условия этого завета. Тут понятно? Вопрос, ответы, предложения, пожелания? Тут все понятно? Понятно, запрете на убийство, запрете на вкушение крови, с повелением плодительства, разложайтесь, на всякий случай вас прошу. Вы знаете, такая штука есть, сыновья ноха, или бней ноха, и у них есть тоже заповеди. Знаете, да? Один из заповедей сыновей ноха. Ну, всем прошу. ни одиннадцать, ни семь, никакого отношения к Библии не имеют. Не, нужно понимать, откуда это взялось. арвенистическое учение? Израиль выходил с множеством иноплеменных народов. То есть, там выходили из Египта не только евреи. Понятно, да? А возле горы Синай стояли, соответственно, не только евреи. но еще там пару человек было не евреи. Да они ничего не считали. Аравины просто их вычеркнули из списка. Аравины просто решили, что возле горы Синай заключалось два завета. Один с этими, которым меньшее количество дали, а другой с нормальными евреями, которым дали большее количество заповедей. Опять. Я вам точно скажу, не шутите по поводу десяти заповедей. Объясню вам почему. Объясню вам почему. Для достаточно большого количества людей по какой-то странной случайности все заповеди закона Маше свелись к десяти. И цифра десять, она имеет для некоторых людей некое магическое значение. И почему-то все корреспондируется к десяти заповедям. Что могу вам сказать? Евреи этого учения точно не разделяют. Они не сводят закон Маше к десяти заповедям. Христиане пошли очень быстро, уверенно вперед. Они сначала все свели к десяти заповедям, а потом заодно и к двум. Так, чтобы легче жить было. Понятно, да? Поэтому не спешите с десятью заповедей и не шутите, потому что для большинства людей эта шутка будет ассоциироваться все равно с Декологом Моисея. Она не будет ассоциироваться с заповедями сыновей Бненох, они все равно будут корреспондировать это с десятью заповедями на скрижанных заветах. Аккуратно. Ну, просто рекомендую. Здесь все понятно? Окей. Не будем разбирать заповеди и препарировать их и считать их. Тут разное количество, что относить к обязательным, к запрещающим, к разрешающим. Не будем сейчас этим заниматься. Оно не надо. Можем потихоньку перейти к да, таки семь, извините меня, да, семь заповедей сыновей Ноха. Это запрет идолопоклонства, запрет богохульства, запрет на убийство, запрет воровать, запрет разврата, запрет ест от живого существа и повеление творить правосудие. Ну, понятно, что если мы будем смотреть на текст. Спасибо за ваш вопрос. Объясню еще. Семь заповедей сыновей Ноха к Библии никакого отношения не имеют. Какая глава? Чего? Повторяю. Раввинистическое учение? Только что объяснял. Так, наверное, еще раз объясняю. Тора это часть Библии. Отлично. Никакого отношения к Библии не имеет. В Торе есть? Нет. Вы сами еще раз. Это текст не взятый из Библии. Я только что объяснял. Если вы слышали выражение сыновья Ноха или Бней Ноха, это история из раввинистического иудаизма, которое рассказывает интерпретацию того, что произошло под горой Синаи. И говорит, что тогда сыновья Ноха или иноплеменные народы получили семь заповедей под этой горой. Я перечислил эти семь заповедей. И они никакого отношения к завету Ноха не имеют по тексту. Видим ли мы в тексте, который мы только что здесь прочитали, запрет на идолопоконство? Вы видели запрет на идолопоконство? Может быть вы видели запрет на богохульство? Видели? Ну в тексте, который мы только что читали. Видели? Нет. Мы говорим о тексте из девятой главы книги Бериши. Не видели. Отлично. Запрет на убийство видели? Видели. Считается. Запрет на воровство? Нет. Запрет разврата? По тексту отсутствует. Но присутствует по сути писание, потому что за это в общем-то люди попали в потоп. Потому что всякая плоть извратила. Занимались они развратом? давайте вы отлично говорите, только вам нужно сказать, какое слово на иврите было. Ну понятно, если там написано, то это должно было быть слово на иврите. Затем вам надо сказать, где это там буквально написано. то есть какой конкретно не, не надо микрофон. Какой конкретно стих писания вы имеете, какое слово там употреблено? Да. Ну вот посмотрите, шестая глава бытия, 12-13 стихи, и попробуйте там найти то, что вы говорите, как вы понимаете, вам придется искать не в на дальнем издании. А вот где-то в другом месте вы когда посмотрите, завтра придете, скажите место. Вы вообще смотрите начало шестой главы. переверните страничку там в конце вот там на правой странице правая колонка внизу. Это вы об этом говорите? Да. Ну так не об этом жить. Переворачиваем страничку и смотрим 12 еще раз переворачиваем страничку и смотрим 12-13 стих. Понятно, да? За что все произошло? За то, что всякое плоть, что сделало? Извратило путь свой. Мы сейчас будем торговаться? Хорошо, спасибо. Мне казалось, что я с вами разговариваю, оказывается все будет наоборот. Хорошо, подойдете потом со мной поговорите. Итак, запрет разврата. Это мы просто пытаемся закончить. Я повторяю то, что вы хотели. И повеление творить правосудие. Это седьмое заповедение творить правосудие. Понятно, что мы даже близко по тексту этого не можем найти. Это одна очередная раввинистическая история, которая не имеет своего основания в в Танахе. Это понятно. Поскольку вы являетесь членами общины, насколько я понимаю, поскольку вы учитесь в мессианском библейском институте, вам лучше знать некоторые еврейские истории и знать, насколько они близки или далеки к Танаху. Понятно, и так мы можем продолжать. Удивительно, что Новых не просил ничего и не мог ничего ожидать и не рассчитывать и тем более ни о чем не договаривался. Понятно, да? Это понятно? Я не буду останавливаться на сегодняшний день на жертвоприношении Ноха. И если будет любопытно, по-моему, мы его разбирали в курсе жертв, я не помню, разбирали мы его или нет, но мы точно его разбирали в курсе даянии. Ну, да. Действительно, пренешение, пожертвование, даяние. Или курс может называться желание расстаться с чем-нибудь. Вот в этом курсе мы точно разбирали это жертвоприношение. Оно достаточно интересно, в общем-то. И лишь нового логичного смысла, потому что если бы приносить, то, наверное, до начала потопа сто задобрить. А после потопа шел уже. Уже все, поезд ушел, все равно он спас. Но, в общем-то, мы понимаем, что это была благодарность, и благодарность в общем-то была приятным благолуханием. и поэтому Бог решил благословить его. И он заключает завет, и инициатива завета принадлежала, как и в первый раз, полностью творцу. Условия завета, ни с кем не согласовывались, не оговаривались, сдались, и всех включили в этот завет. Понятно? И в данном случае малоприемлемо понимание договоренности. К тому, что произошло в девятой главе, можно сказать, что не договаривались? Вообще. То есть, он позвал, говорит, иди сюда, я тебя сейчас благословлю. Тебя, всех твоих потомков, всех животных, и вот те благословения, одним пакетом. Получите, пожалуйста. Говорит, кстати, я хочу предупредить. Будете нарушать? Взыщу. Понятно, да? На договоренность точно не похоже, а на завет таки да. Потому что Бог называет это брит. Завет. Итак, дальше, кстати, там была очень интересная мысль относительно подниму завет. когда говорится о завете нох, он говорит, я подниму этот завет. И мудрецы говорили о том, что земля может существовать, пока поднят завет. И она перестанет существовать, когда Бог опустит свой завет. Ну, мудрецы говорят. Но мне нравится вообще идея поднятого завета, который держит Бог. потому что он держится на том, что дает Бог, что обеспечивает Бог. И человеческой части там, мягко говоря, нет. Потому что Бог поднял этот завет, и существование этого завета это вопрос его верности. Существование заветов это вопрос его верности своим обещанием, которое он давал. Понятно, о чем я говорю? Окей. Завет Абрама. Вы знаете, очевидно, я догадываюсь, что вы знаете, что за город был Урхас-Дим или Урхас-Дим. Урхал-Дейский. Знаете, да? Знаете, что это был коттеджный городишко на 75 тысяч с домиками достаточно интересным 12 на 14 метров, два этажа, первый из обожурного кирпича, с водопроводом, канализацией, в общем-то, центр цивилизации. И любое место, в которое уходил Аврам, было заведомо хуже, чем то место, которое он покидал. Понятно, да? И в общем-то, достаточно интересная вещь, касаемо того, что некоторые моменты, они существовали в Урхас-Диме, или в Урех-Алдейском, там было религиозное строение шумеров, называется эта штука Зекурат, и в нем был храм богу Син, и в этом храме приносились десятины. О чем священники складывали в общем-то отчеты месячные, квартальные, годовые. Очень интересное строение, устройство было у города. За 300 лет до закона в Хамурапе оказывается, там был свод законов, и этот свод законов в основе своей содержал принцип Толеона, или то, что было позднее озвучено око за око, зуб за зуб, это вот этот принцип равномерности воздаяния, то есть это все присутство в Уру, в Уре, откуда ушел Авраам. Поэтому мы догадываемся о том, что в общем-то Авраам имел некоторую, если сам не участвовал в этой религиозной практике, то во всяком случае знал о некой религиозной практике, которая существовала в том городе, из которого он вышел. Понятно, да? И здесь нам важно будет разобраться с мелкими деталями, вообще, некоторые люди, которые слышали меня, они должны достаточно легко ориентироваться в том, где было получено обетование Авраама, первого обетования, за которым он последовал. здесь, в этой картинке нам будет учитывать вот что. Это первый и второй завет, да? И этот завет начинает существовать уже вот сюда. Понятно, да? То есть, первый завет Новоха, он имел короткое время, второй он начал и продолжил свое существование. До сегодняшнего дня этот завет, в общем-то, да, существует. дальше мы видим завет Авраама. Ну, мы к нему сейчас подойдем, но начнем мы, понятное дело, с обетования, полученного Авраама. Авраам получает обетование. Где он его получает? Есть несколько вариантов. Первый вариант в Уре, второй вариант в Харане, а в третий вариант уже, ну, в той земле, к которой он пришел. Итак, где он получает обетование? По дороге. То есть, когда вышел из Ура. Окей. Это у нас третий вариант. В Харане, то есть, вышел из Ура и получил. Значит, в Харане. Да. Отлично. Два варианта. Кто Заур? О, есть пару человек Заур, все, хорошо. А все остальные воздержались? Это нормально. Для евреев это нормально. Как правило, те, кто воздерживается, их больше. Мне еще, я иногда прошу поднять руки тех, кто не поднимал первых три раза. Потому что есть первые, которые за, вторые, которые против, те, которые не подняли, и те, которые не подняли первые три раза. Такие тоже бывают. Окей, ладно. Давайте заглянем в 12 главу и прочитаем в общем-то то, что там написано. Что написано? Читайте вслух достаточно быстро. В микрофон можно тихо, но в микрофон. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей от родства и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Хорошо, окей. И теперь попробуем заколочку сделать, а потом взять открыть Деяние 7 главу и прочитать то же самое. Деяние. Слав с первого. Но он сказал, мужи, братья, отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харам. И дальше что? И сказал ему, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Извините, не похоже на то, что было написано в 12 главе? Похоже. Прежде извините. Но извините меня, по тексту, по тексту, как раз очевидно, что он обращается к нему где? Еще раз читайте. Выйди из дома от родства, а родство где у него? Ну понятно, что если бы он говорил это в Харане, ну еще про папу можно было говорить, но уже из земли родства не очень пролазит по конкурсу. это как бы еще цивилизация та, поклонение все тому же богу луны, как бы достаточно комфортная штука, но уже все-таки не совсем там. Понятно, да? То есть по тексту. С нами сыграло злую шутку, знаете, шоу? То, что мы считаем, что изложение материала имеет хронологический порядок. Давайте я вам задам еще один несложный вопрос. Скажите мне, пожалуйста, он выходит по смерти папы или папа живой? Точно, папа живой. Я не зря оставил тут закладочку. Так, папа живой или нет? Вы невнимательно слушали текст деяний, который читала сестра. Еще раз послушайте текст деяний, который читается и потом будете говорить то, что вы еще хотите. Да. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. А оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. Спасибо. Так, извините меня, по смерти или папа был живой? Не все еще дочитали. Так, это что, что я спросил? Ну да. Вы же сказали, что папа был живой. В Урев живой, потому что они дошли до Харана, а в Харане он его оставил умершего или живого? Понятно, хорошо. Может, я опять напутал города, но ничего страшного. Но на самом деле папа был живой и здоровый. Я уже удивился, что вы дали правильный ответ. Так, все нормально? Я повторю, папа был живой и здоровый. Так, вы же только что сказали, что он умер. Еще раз. Есть город под названием... Я понял, что я странно выгляжу. Это я тоже понял. Это все написано, это очевидно. Папа взял его и пошел отсюда-сюда. Какой папа был? Живой. Мало этого, он поперся с ним. Меня интересовало, когда отсюда уходил Авраам, что было с папой. Так вот, когда же вы сказали, что он был живой, я удивился, что вы дали правильный ответ. Конечно, был живой. Живой, здоровый и чувствовал себя отлично и прожил после расставания еще лет 60. Но давайте прочитаем внимательно. Вместе. Сколько было Аврааму, когда он родился? Извините, сколько было Тераху или Фаре, когда родился Авраам? Вот здесь. 70. Большое спасибо. В 12-й главе сколько было Аврааму, когда он расстался с папой? Нет. Ну, прочитайте уже. Это не тяжело. вот здесь. 75. Спасибо. Несложный арифметический подсчет в столбик нам скажет, сколько же было папе при расставании. Последний стих 11-й главы говорит, когда папа умер. Так они расставались, папа был какой? Здоровый и спокойно прожил еще сколько лет? Кто жил, пока он не умер? Кто? Ну, понятно, что Авраам жил. С папой он ушел. Когда? Тут же написано по смерти отца. Это там написано. Тут не написано. Это написано в деянии. Но это не единственная ошибка, которую совершает Стефан. Вы же внимательно читаете Новый Завет, я правильно понимаю? Ну, давайте вместе с вами прочитаем. Где у нас деяние с вами? Вот, хорошо. Прочитайте ко мне, пожалуйста, с пятнадцатого стиха. Яков перешел в Детей и скончался сам и от сына. Да, да. Да, да. И пересены были в сихен и положены во гробе, который купил Авраам ценой серебрал сынок Ямора Сехемова. Ничего не замечаете? Никто ничего не видит? А вот деканов я не спрошу. Кто точно купил Ямора Сехемова? Да? А мне казалось, что он покупал в другом месте. Да, это было совсем в другом месте. Это было не в шхеме. Извините меня, а кого хоронили? Якова? Там не совсем понятно, кого хоронили. Якова хоронили, Якова хоронили, как раз не в шхеме. Это я не понял. У вас ко мне вопрос? Или у меня к вам? Пока я спрошу у вас. Ничего ли вы не заметили? В Махпеле. Да, в Махпеле, да. Добрал в Мамбре в Махпеле. А Шхеме покупал в общем-то землю. Это вот так вот. Это невнимательно просто вы читаете. Как вы внимательно писали? Невнимательно пересекали? Для начала вы невнимательно читали. Это просто для начала разговора. Вы же никогда не считали родословную, правильно? Ну, вот эту математику вы делали когда-нибудь? Нет, понятно. Ну, соответственно, вы не всегда читали внимательно, что там наговорил Стефан или что записал Лука. Не проверяли? Нет. Ну, это значит, что вы просто не совсем внимательно читали. Мы находимся в общем-то в двух плоскостях одновременно. Одна плоскость это иудейская культура, традиция, иудейская история и взгляд на иудейские писания. Другая часть это христианство. История, традиция, культура, толкование. И мессианские общины, они находятся в общем-то в двух плоскостях одновременно. Они по идее должны неплохо знать христианскую и в общем-то неплохо знать и эту часть. Дело в том, что если вы сейчас закроете речь Стефана и будете смотреть только в тонах, то ничего другого, кроме этих цифр вы не увидите. Понятно, да? И иудеи, глядя туда, ничего другого не увидят. это понятно? Читая речь Стефана, вы видите ту часть уже из другого поля, который иудеи не видят. Понятно, да? Но будьте готовы к тому, что если вы говорите более или менее с иудеем заточенным на то, чтобы вырвать еврея из мессианской общины, он вам будет показывать неточности мессианских писаний. Ну, вы сейчас немножко удивлены. Представьте себе, что это удивление вызывает у вас не мессианский учитель, а иудейский верующий. Послушайте, ребята, а как вы полагаетесь вот на это, когда здесь такие неточности? И вам об этом шо? не говорили. Да, ну, вас вообще. Понятно, да? Есть неловкий момент. Но когда вы знаете, говорите, послушайте, да, ну, я все понимаю. Но я не сосредоточен на деталях, я сосредоточен на сути речи Стефана. Суть точно главнее деталей. И если Стефан ошибся, или ошибся Лука, когда передавал этот разговор, или ошибся переписчик, послушайте, ребята, суть от этого никоим образом не меняется. Если я сосредоточен на чем-то другом, отличном от идеи искупления, я уже не прав. Если я ухожу в детали, подробности, споры о родословных, то я занимаюсь не тем. Мне нужно быть сосредоточен на идее искупления. Все остальное не важно. Послушайте, все остальное меркнет. Оно не имеет никакого значения, кроме того, что мы сейчас посчитаем, приобретем определенные знания, которых у нас не было раньше, и будем считать себя умнее всех остальных, то мы должны знать. У иудаизма есть несколько степеней познания. Первое это знание, второе понимание, а третье мудрость. вот величина ваших знаний никакого значения не имеет. Вы можете иметь вот такую голову, и вот там будет столько знаний, что просто закачайте. Вы еще и будете все это понимать. Если вы при этом не применяете это все пустота. Мудрость начинается тогда, когда вы это применяете все, извините меня, в жизни. Точно вот это в жизни тяжеловато применить. Другое дело, что я обращаю ваше внимание на то, что вы невнимательно читаете. Это практическая сторона. Будьте внимательны. Ну извините. еще раз. Послание очень простое. Абсолютно не важно. Важно то, что вы невнимательно читаете. За семь на перерыв. я тут в перерыве задал один интересный вопрос. Получил интересный ответ. Наверное, я задам вопрос всем присутствующим. Скажите, пожалуйста, а какова цель Бога в призвании Аврааму? произвести от него новый народ? Произвести от него новый народ? То есть Авраам он стал первым евреем? Первый который принято. Дальше. Еще идея. Еще идея относительно призвания Авраама. Он был способен или это цель его призвания? Откройте, пожалуйста, 18-ю главу 19-й стих. Да, 18-я глава 19-й стих. Еще раз прочитайте вслух тот микрофон. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедался нам своим и дому своему после себя ходить путем Господним творя правду и суд. Еще раз суть избрания в передаче откровения. Суть избрания в передаче откровения. если мы откроем исход 10-ю главу и попробуем прочитать с 1-го стиха. И сказал Господь Моисею, войди к фарону и боя отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы нить между ними чтобы явить между ними знамения мои. И дальше? И чтобы ты рассказал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте и о знамениях моих, которые я показал в нем. Для меня это фантастика. Суть этих стихов для меня фантастическая. Говорит, вообще я это все затеял для того, чтобы тебе было что рассказать. Я прошу прощения, там что-то другое написано? Там что-то другое написано? Он посреди казни говорит, вообще иди сюда, я тебе скажу, иди вот туда, но там ты не договоришься, потому что там уже все плохо. Говорит, но, предупреждает, ты должен что делать? Рассказать сыну извините меня, суть всего этого кино передач откровения. По сути, там нужно посмотреть другие переводы, потому что там очень интересный смысл. Там написано, когда ты будешь это делать, ты узнаешь, что я Господь. когда я читаю писание, у меня иногда плохо с головой. Потому что я понимаю эту жизнь несколько по-другому. И я смотрю на все это, и я понимаю, что они жили вообще в космических вещах. Послушайте, в вещах вселенского масштаба. Вот все эти казни, все это, оно происходило на их глазах. Вот то, о чем мы рассказываем, то они были участниками этих событий. Это понятно? А он им говорит, слушай, когда ты будешь рассказывать, ты поймешь, что это я. то есть тогда они, извините меня, что? Не понимали. Многие из нас думают, что если бы я жил тогда, тогда бы вау, я бы тогда точно все сразу понял. Говорят, поймешь, когда будешь рассказывать. Да? Суть всего научить своих детей и внуков. И тогда, когда ты будешь учить детей и внуков, тогда сам что-нибудь поймешь. Ну, там написано. Ну, я так это понимаю. Что, когда ты будешь передавать это откровение дальше, ты по-настоящему сам что-то поймешь. Я когда-то маялся, ребята, ну, вы участвовали в пасхальном седере? А никогда не пробовали за неделю штук восемь провести? А каждый раз надо рассказывать одно и то же. То есть, сценарий не меняется. То есть, каждый раз ты делаешь одно и то же. Ну, Седр, это же порядок. Тебе надо рассказывать одну и то же. Агаду каждый раз неделю в разных людях... О, привет! неделю разным людям, ну, каждый раз одно. Я маялся. До тех пор я размышлял, ну, слушай, чем я занимаюсь, ну... и потом я прочитал это местописание. и я понял, что, оказывается, когда я буду качественно это делать, я сам что-то для себя пойму. И вот тогда у меня все поменялось. Я начал что-то понимать не для тех, для кого я рассказывал. Для себя. Вот это правильный процесс. Он вот так организован. Если ты передаешь откровения, то ты учишься сам. Ну, кстати, молодец. Я прошу прощения, а в Новом Завете чего сказано? Картинка что, поменялась? Суть Первого Завета, о котором мы говорили, Авраама, передать откровение. Суть Завета Синая, передать откровение. Извините, а суть Нового Завета что, поменялась? Передать. И если вы не передаете откровение, то вы не соответствуете цели заветов, которые вас позвали. Чего? Вот поэтому оно и названо великим поручением, кстати. Наверное, поэтому оно и названо как? Великое поручение. Вам что-то поручили, а если вы позваны для того, чтобы исполнить великое поручение, и его не исполняете, то вы не поняли, куда вас позвали. В общем-то, от Авраама, извините, есть детали, которые поменялись, но суть при этом извините меня осталась та же. Ничего страшного, я вас под ответ поставил. ну, вы и так знали, да? Что вы ответите? Послушайте, это то, для чего вас позвали. Вот эта книга не сосредоточена на вас. Она дана вам для того, чтобы вы имели жизнь, которую вы можете делиться. Не для того, чтобы вы имели ее, для того, чтобы вы делились ей с другими людьми. И от Авраама до сегодняшнего дня суть этого не изменилась. Представьте себе, если бы Авраам не соответствовал или не достиг цели своего призвания, он бы не научил их. Что бы вы делали все? Кино бы закончилось на Аврааме. Если бы евреи не передавали это знание из поколения в поколение своим детям, где бы мы сегодня были все? Послушайте, если бы апостолы не пошли выполнять великое поручение, что бы сегодня было? То есть все, кто были до нас, они исполнили свое предназначение и призвание, не соответствовали цели призвания. Теперь вопрос, а те, кто не соответствовали цели призвания, как вы думаете, они ответили? Ну, если вы не будете соответствовать, то извините, тоже ответим. Ничего такой напряг. расслабьтесь. Ну, я знаю, что это неприятно ощущать ответственность, но как-то без этого тяжело. Вас для этого, собственно говоря, в этот завет и пригласили. И если вы понимаете, куда вы попали, то вы должны соответствовать цели этого призвания. Понятно, да? Возвращаемся к отцу нашему Аврааму, который вышел в урах Алдейского, имея обетование. Он имел обетование, а, извините меня, завет он имел, когда он имел обетование? Обетование было, а завет нет. Оказывается, может существовать обетование без завета и чувствовать себя при этом хорошо. Что, нет? что, Что, ну там так написано. Обетование есть? А завета? Что, обетование есть? Ну, а, ну, прочитайте 12-го, пожалуйста. М-м-м-м. 12-ю главу, 1-й, 2-й, 3-й стих. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле гипетской говоря. Не, 12-е бытие, мы уже из исхода вернулись обратно в бытие. и сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведусь от тебя, великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Обетование есть? Завет. Извините. Обетование имеет место? А завет? Теперь у меня к вам вопрос. А когда, после каких событий, Всевышний вступает в завет с Авраамом? Кто попросил? Авраам попросил? Как я буду в это верить? Ну, пошли. Очень близко к тексту, но не совсем. Ну, он вступает в завет, когда на самом деле прошло приблизительно лет 10 после ухода его из Харана. Нет, это после событий с Мелхиседеком. Тут абсолютно точно вспомнили 15-го главу, если мне не изменяет память, 8-й стих. Окей. Почему мне узнать, что я буду вводить в ней? Вы говорите. Ну, это после событий с Мелхиседеком, когда Авраам переживает по поводу своих детей. А что вы хотите про него услышать? Ну, так это завет, закон, цена, к этому. Два мужика встретились. Почему здесь? Я недавно говорил, что как говорит ваш декан, стоит обратить внимание на жертвенники, которые строил Авраам. лично я обратил внимание. Он посоветовал, а я обратил внимание. Нет, вы не поняли. Там есть любопытнейшая деталь во всем этом процессе. А деталь следующая. Когда Бог обращался к Аврааму, после этого общения, как правило, Авраам строил жертвы. что вот любопытно, когда Авраам строил жертвенник, не написано, что Бог ему отвечал. Ну, это недалеко, это вот здесь. Отгадайтесь трех раз, почему? почему Бог не отвечал? Что значит не его? Авраам не его? Жертвенник не его? А чего вы решили, что не его? Вы невнимательно меня слушали? Я повторю еще раз. Авраам строил жертвенники после того. Но были случаи, когда Авраам строил сам жертвенник, и Бог не написал, что ему отвечал. Меня больше интересуют жертвенники, которые были построены, на которые Бог не дал ответ своего. Меня это больше часть интересует. Что? Выражайте свою мысль яснее. Богу не нужна ваша религиозная практика. Он является инициатором наших взаимоотношений. Еще раз. Я еще раз. Я бы вам посоветовал Вы даже не знаете шубы, я вам посоветовал. Но уже ответ сейчас. Я бы вам посоветовал прослушать курс о десятинах приношениях и пожертвованиях. Хорошо. Я вам еще раз повторю то, что я говорил на прошлом занятии, что обычная нормальная религиозная практика ура было принесение десятин. Я странно как-то говорю. Еще раз. Нормальной религиозной практикой в уре было принесение десятин. Бог не предлагал десятину. Нет. Стоп, стоп, стоп. И вы внимательно должны смотреть за словами. Бог не предлагал десятину, Бог ее дал как закон. Причем, извините меня, не переживайте, не перебивайте меня, не спешите, не надо цепляться за слова. Потому что когда вы говорите о десятине, вы о какой говорите? Первой, второй, третий или четвертой? Я прошу прощения, вы когда говорите о десятине, вы о какой говорите? Первое, второе, третье или четвертое? Я уже получил fighters. Все достаточно просто. Была первая десятина, которая принадлежала колену Левия. Была храмовая десятина на путешествие в храм в Иерусалим, была Десятина для бедных, и была Четвертая Десятина, которую оплатили левиты, Десятину с Десятин первосвященнику. Это, как можно назвать ее, Четвертая Десятина, если считать там все их. Теперь, это было обеспечение, данное Богом, для определенных служителей у Него на служении. Но, это не все обеспечение. Вы, извините меня, сделали обрезание служителей, обеспечение служителей до размера Десятины. Было обеспечение священников, все лучшее звена еле и хлеба, выкуп первенцев человека, первенцы скота, части жертвоприношений. Это было обеспечением священников. Была часть, извините, вся Первая Десятина принадлежала левитам, несущим служение в храме. Была часть Второй Десятины, принадлежащим священникам, несущим служение в храме. Была часть Третьей Десятины, которая принадлежала священникам и левитам, не несущим служение в храме. Было 42 города для жительства священников и левитов, и было 6 городов убежищ. Это было обеспечение священнослужителей. Каким образом вы все это обрезали до 10%? И почему? Какой минимум? Где там слово «минимум» стоит? Где? Кто вам разрешил не выкупать первенцев? Извините, сейчас за деньги нельзя выкупать первенца? Что-то мешает? А извините, десятина к какому отношению имеется? До. До. Ну, насколько я читаю Библию, если мне не изменяет память, Афрам это сделал сколько раз? Один раз. Ну, достаточно один раз принесите, и все. Вы назвали десятину закон. Закон дома, да? Я назвал. Вы сказали, десятина это был закон. Десятина была в законе Маше. Абрама. Абрама это сделал как закон или как завет? Он не делал этого ни как закон, и ни как завет, и ни как ритуал. Он дал деньги священнику. Точно так, как поступали пацаны в Уре Халдейском. Давали десятину священникам. Что? Проблема в чем? Это был языческий адрес. Ну да. А в чем проблема? А в чем проблема? Я не понимаю. Вы, когда опять-таки, сосредоточены на чтении послания евреев в седьмой главе, и если вы сосредоточены на десятине, вы сосредоточены не на том. Там речь идет о Мелхиседеке и исполнении невероятного пророчества по чину Мелхиседека. Пророчество, которое говорится в Псалмах, что ты священник вовек по чину Мелхиседека. Мелхиседек включал в себя две вещи, несовместимые в Израиле – священство и царство. Как мы знаем, по пророчеству, которое Израиль давал своим детям, Скипетр не должен был отойти от кого? От Иуды. Не просто от сына, от Иуды. Да. Колено Иуды. А дальше мы знаем, что Бог отделяет себе колено Левия и рот Аарона для священства. Мог ли кто-либо приступать к священству, кроме мальчиков из дома Аарона? Плохо закончилось. Мог ли кто-либо приступать к священству, кроме мальчиков из колена Аарона? Нет. Скипетр не должен отойти от Иуды и законодательно чресил его, а к жертвеннику может приступать только потомок Аарона. Могло ли исполниться на этой земле пророчество «Ты, священник, вовек, по чину Мелхиседека». Чин Мелхиседека – совмещение в себе царства и священства. Вообще никогда на этой земле. И послание к евреям объясняет исполнение этого пророчества, как он нашим первосвященнике, вошедшим в небесное святилище. Он не мог приступить к жертвеннику на этой земле, но послание к евреям объясняет, что он стал первосвященником в исповедании нашего, войдя в лучшую, в общем-то. «Приступай к лучшему жертвеннику, принеся совершенную жертву там». Но об этом говорит посланник еврея. Но точно не о 10%. Послушайте, мои хорошие, вы никогда не пробуете читать Писание. Откройте, пожалуйста, Малахию. Откройте, пожалуйста, Малахию. Сейчас очень… Опять, рекомендую, рекомендую просто открыть, попросить курс по десятинам приношениям, которые мы читали. Или аналогичный другого какой-то курса. Если пример показывает, что если человек остался внести, то это неправильно. Ну, послушайте, давайте, все, хорошо, давайте. Третья глава. Вы не пробовали никогда читать седьмого стиха? «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их». Обратитесь. Я прошу прощения, к кому он обращается? Наверное, я еще как-то невнимательно прочитал. «Со дней отцов ваших вы отступили». К кому он обращается? К кому? К отступникам. Молодцы. Другими словами, он обращается к отступникам, которые отступили со дней отцов ваших. Достаточно далеко. Вы мне не подскажете, каким образом вы корреспондируете это местописание с верующими Нового Завета? Ну, просто мне чисто теоретически интересно. Он обращается, Малахия обращается к отступникам. А вы обращаете это местописание к кому? К верующим Нового Завета? Я понял. Послушайте, для того, чтобы понимать, о чем идет речь, вы, извините меня, надо понимать, кому говорится. Я обращаю ваше внимание, что вы не поняли, к кому обращается пророк. Он обращается к отступникам, а вы обращаетесь к верующим Нового Завета. Это две разных категории населения Земли. Вы не читаете так? Скажите мне, пожалуйста, если отступникам разрешается испытывать, то, наверное, и верующим Нового Завета нам можно испытывать. Так вы же только что мне объясняли, что можно испытать. Я прошу прощения, какого закона? А вы какое имеете отношение к этому закону? Я прошу прощения, вы будете со мной парировать местами Писания? Так я вас попрошу, откройте пятую главу Иоанна и от Матвея, 18 стих, прочитайте. Мне нравится, когда люди произвольно цитируют Писание и достаточно легко и просто даже не задумываются тем, что они говорят. Читайте. Не извините меня, значит, стих вам выше. Извините меня, какая часть в этом стихе Писания касается вас? Не думайте. Это он говорил тех, кто там стояли, он говорит, не думайте. Еще какая часть Писания вас касается? Он сказал, не думайте, что я пришел нарушить. Я пришел. Извините, а какая часть руководства к действию для вас здесь? Ну, он сказал, что вы должны его исполнить? Ну, быстрее, быстрее, быстрее. Я не спросил, что вам делать. Я пока вам отвечаю на ваше местописание, которое вы привели. И, пожалуйста, за моей спиной не надо разговаривать. Даже если я повернулся спиной, у меня хорошо со слухом. Еще раз. Здесь Христос говорит о том, что пришел сделать он или о том, что должны сделать вы. Так вы же только что приводили мне местописание, как руководство к действию для верующих Нового Завета. Я правильно понял? Где, в какой части это написано? Я прошу прощения, в какой части здесь написано, что это корреспондируется с действиями верующих Нового Завета? Не в какой. Так вы, а на основании чего вы думаете, если об этом там вообще не говорится? Ну, понятно? Понятно, что сейчас я говорю? Послушайте, мы произвольно берем места Писания и начинаем их применять по отношению к себе. Христос говорит, я пришел не нарушить закон. Мы говорим, о, мы должны его исполнять. Это вы пришли его исполнить. Так если вы не можете, что, в общем-то, не соответствует Писанию, оказывается, могли. Ну, если вы откроете Евангелие от Луки, первую главу, там были буквально пару человеков, которые были теми, кто исполнял непорочно. Ну, то есть, очевидно, исполняли. Могли? Понятно. Ну, это тоже распространенное мнение, которое не проверялось по Писанию. Если вы не он, и вы не они, то о чем мы сейчас говорим? Послушайте, вы задаете вопросы не по теме. Этот спор мы можем продолжить. Послушайте, но вы приводите местописание, которое не корреспондируется с тем, о чем вы говорите. Вы привели три местописания. Ничего страшного? Я понял, что десятина, в общем-то, для вас это достаточно непонятная тема. И я изначально здесь сказал, прочитайте, ну, просмотрите курс. И относительно вам надо сделать то же самое. Потому что те вопросы, которые вы задаете, они достаточно подробно разбирались в курсе? Да. Все по полочкам разбиралось. И разбиралось, почему неправомерно приводить эти местописания. И этих местописания, извините, в вашем арсенале весьма ограниченное количество. Я легко вам могу помочь. Это 14 глава, тема Мелхисадека. Это завет Ицхака. Извините, Якова. Это Малахи, это Матвея 23.23, Луки 11.42. Еще в дополнение, седьмая глава, послание к евреям. Только что мы разобрали, что послание к евреям вообще не о том. 14 главу разобрали, вообще не о том. Понятно, да? Завет Якова о том? Не о том. Посмотрите. Малахия не о том. Матвея 23.23, опять-таки он обращается к нижникам-фарисеям, которые были лицемеры. Или к верующим Нового Завета он обращается. Обсуждает с ними вопросы, параллельно имеется Луки 11.42, обсуждает с ними параллельно вопросы, связанные с тонкостями исполнения закона, и говорит, что вы перевыполняете то, что не надо делать, вы делаете. Но вопрос не в этом, вопрос в другом, что вы оставили важнейшее в законе. Опять-таки не о том. Извините. Ваше фундаментальное основание о том, о чем вы пытаетесь говорить, исчерпано. Вы не можете перетащить закон Машея в Новый Завет, даже если сильно будете пытаться это сделать. Потому что мы изначально сделали некий посыл, что Завет прекращает свое существование по достижению цели. Вы согласились с этим? О каком теперь законе десятины вы можете говорить в Новом Завете после этого заявления? Ну просто есть основания? Причем вопрос касался того, что нельзя обрезать обеспечение священника до размера десятины. Я вам привел легко заповедь, которую вы можете исполнять в Новом Завете. Выкупать первенца за серебро. Можете? Но вы же ее не исполняете. Почему? Потому что у вас есть выборочное мнение. Вот это я буду исполнять, а вот это я исполнять не буду. Почему? Потому что мне так сказали. Кто-то. И причем это вы не проверили, извините меня, по Писанию. Сейчас вы решили поспорить. Окей? Понятно, почему я не смотрел в 14 главу? Не об этом. К Завету не имеет никакого отношения. Возвращаемся в 15 главу. Достаточно быстро попробуем закончить это. Здесь мы видим некое состояние Авраама. Состояние ожидания и недовольства. Читаем с первого стиха 15 главу, вы будете видеть ожидание и недовольство. Этот человек прожил 15 лет после получения обетования. За неимением времени мы на каком-то курсе разбирали, по-моему, во сколько лет Авраам покинул Урхалдейский. Писание сообщает нам о времени выхода из Харана. Но определенные подсчеты дают нам понять, что в 70 лет он покидает Урхалдейский. Опять, факультативно. Захотите, подойдете, я объясню, но не в рамках лекции. Или возьмете у кого-то конспект и вам подскажет, откуда цифры взяты. Итак, здесь мы видим человека 85 лет. Следовательно, после получения обетования уже прошло 15 лет ожидания. И когда после победы царей Бог к нему обращается и говорит, не бойся, вообще достаточно странное замечание для того человека, который только что одержал величайшую победу, далее мы видим по тексту, награда твоя весьма велика. И Авраам говорит, слушай, что ты мне дашь? Наследник этот Елизер из Дамаска. Его волнует что во всей этой истории? Потомок, которого нет до сих пор, спустя достаточно длинный промежуток времени. 15 лет ожидания, я не знаю, кто-то из вас 15 лет ждал? Пусть Бог вам даст... Пусть Бог, ну вопрос не в дитя, а вообще что-либо ожидал. Ну пусть Бог помилует и не даст нам таких ожиданий, да? Что пускай этот срок будет несколько короче все-таки. Здесь мы видим достаточно длинное ожидание и разочарование. И когда Бог обращается к нему, он говорит, слушай, потомство твое будет нормально, как звезды на небе. И Авраам, в общем-то, в ответ на это заявление говорит, что? Верю. И здесь Бог делает удивительное заявление, что эта вера, она вменяется ему в праведность. Внимательно почитайте четвертую главу послания к римлянам, где рэбэ Шауль объясняет, что не только по отношению к нему, но и к нам. Вменяется и нам. Ну всю четвертую главу прочитайте, но конец, я цитирую сейчас конец главы, что эта вера, которая была Авраамом, она вменяется и нам в праведность. Очень интересный разбор в четвертой главе послания к римлянам. Далее мы видим здесь следующее заявление Бога, он говорит, посмотри на землю. Во что проще поверить, то, что на небе или то, что на земле? На земле. Но здесь мы видим опять-таки неверие Авраама, который говорит, послушай, под чем мне знать? Фраза «под чем мне знать» свидетельствует о неверии. Достаточно открыть Евангелие от Луки, почитать историю с, опять-таки, Захарией, который сказал ангелу, под чем мне знать. Говорит, молодец. Будешь молчать. Почему? За то, что не поверил мне. Буквально, ну, те, которые сомневаются, что фраза «под чем мне знать» свидетельствует о неверии, посмотрите, что было с Захарией в Евангелии от Луки. Итак, мы видим неверие. И тогда Бог говорит, отлично, тогда завет. Что значит завет? Тогда, если мы смотрим на эту цепочку, если в ответ на неверие он заключает с ним завет, завет, что это значит? Для чего тогда нужен завет? Для уверенности. Да. Если кто-то приходит к вам и говорит, я подарю вам квартиру. Он говорит, отлично, а можно же договорчик оформить? Для чего вам договорчик? Для уверенности. И если мы смотрим в Писание, то мы увидим, что, находясь в Новом Завете, он не только вступил с нами в завет, но дал нам залог. Извините, а для чего дают залог? Задаток. Для чего дают? Ну, для чего? Подтверждение твоих слов. Для уверенности. Когда вы просите задаток, вы уж точно уверены, что он не соскочит. По крайней мере, задаток точно останется. Хоть что-то на живу. Итак, для чего? Для уверенности. Вы уже, когда имеете предоплату или залог, то вы уж точно уверены в чем-то. Это важное замечание. Это очень важное замечание. Я вам скажу, что не всякая предоплата возвращается. Все зависит от условий договора. Я прошу прощения. Я люблю подискутировать. Я сказал, разве задаток или я сказал предоплату? Я сказал предоплату. Преломление к нашим взаимоотношениям, я сказал предоплату. Может ли предоплата рассматриваться как залог? По сути, одно и то же. Это часть суммы. Может это рассматриваться как залог? Почему? Суть та же самая. Залог, который не возвращается или часть предоплаты, которая не возвращается. Есть инструменты и в нашем законодательстве, которые позволяют взять невозвращаемый залог. Захотите подискутировать, сможем это сделать. Окей. Не важно. На самом деле не важно. Важно то, что Бог согласен укрепить в нас в уверенности в Его словах. Разрушив таким образом наше неверие. И здесь мы видим определенную форму взаимоотношений для большей уверенности одной из сторон. Еще раз. Определенную форму взаимоотношений для большей уверенности одной из сторон. Не для двух. Это все нужно было не Богу, а Аврааму. При этом Авраам имел обетование на 15 лет раньше, чем он имел завет. Потом он получает еще второй завет. Лет через 14. 13. 13-14 лет он получает второй завет, завет обрезания. Ну, это 17-го глава. Понятно, да? Завтра мы будем более подробно смотреть на завет, который был заключен в 15-й главе и на завет, который заключен в 17-й главе. И нужно сказать, что завет, заключенный в 15-й главе, все, что нужно было сделать, это послушаться того, что сказал Бог, приготовить тех животных, которые должны были быть, да? И все остальное сделал кто? Бог. И завет был уже в остальной части безусловным. То есть, точно так же, как в завете с Нохом, единственное, что нужно было, послушание при вхождении в завет. в остальной части завет был безусловный. Ибо срочный. И поэтому мы можем дорисовать к этой картинке еще одну часть. наступает еще действие одного завета, который длится до сегодняшнего дня. Параллельно с заветом Ноха. Понятно? Это важная часть. Потому что у этого завета, пока эта земля есть, нету срока окончания. Что опять? Зачем она вам? Авраам не просил землю. Послушайте, мои хорошие, здесь мы видим одни и те же самые вещи. Нох просил что-то. Мог ли Нох на что-то рассчитывать? Нет. Бог приходит и говорит, послушай, я хочу тебя благословить, я хочу тебе это дать. Он говорит, я говорю, ну беру, а что делать? Бог приходит к Аврааму и говорит, послушай, я хочу тебя благословить, я хочу тебе дать это обетование. Говорит, все, готов идти. Все, что нужно было сделать Аврааму, быть послушным для того, чтобы получить обетование. Выйди из дома отца и иди туда, куда я тебе сказал, а я сделаю со своей стороны вот это. Что надо было сделать для того, чтобы получить обетование? Послушайте, все. Он выходит, он приходит в землю, когда он приходит в землю, его ноги становятся на эту землю, Бог говорит, кстати, хотел тебе сказать, земля, на которой ты стоишь, твоя. Границы очерчены? Нет. Чуть позднее он... Нет. Еще раз, я прошу прощения. Нет, на тот момент нет всего. Земля, на которой ты стоишь, твоя. Сколько это? В следующий раз он обращается, говорит, посмотри туда, туда, туда и туда. Говорит, то, что ты видишь, даю тебе. Очерчено? Да. Нет. Как нет? Точка горизонта просчитываемая. Ой, я вас прошу, просчитываемая на воду идея. Перевернули страничку, и тут написано. Зачем землю там? Я спрашиваю, не зачем, я спрашиваю, написано здесь? Нет. Как это нет? Читайте внимательно. Не написано границей. Как это? Вот этот день. А, в этот день заключил Господь завет Саврамом и сказал, потом, что ты дам землю, которая земля. Что вы читаете? Вот здесь читайте. Не, выше. Потом, что ты даю, я землю от реки Египетской до великой реки реки Ефра. Описано? Описано. Там перечислены народы, размерчики, там все отделено, описано, сказано, вот это твое, это тебе. Очерчены границы? Да. Оказывается, очерчены. В первых два раза они были не очерчены. Ничего себе. Почитайте внимательно текст. Ну, что же вы не можете прочесть текст? Ну, как же так? Вот, в день заключил Господь завет Саврамом и сказал, потомство твою даю я землю сию. Земля входит в завет? Да. Ну, а что же вы спрашиваете? Он действует? Да. Земля наша. Я имею ввиду, земля евреев. Спасибо. Потому что я потерялся. Кого вы имеете ввиду? Наши. Где наши? Где вот это определение? Я евреев. Земля евреев. Это мы завтра будем разбирать. Завтра я сразу разочарую. Если вы не являетесь прямыми потомками Абраама, мимо кассы. До определенного момента. Если вы об этом не знаете, вам узнавать уже поздно. Постоп. Секундочку. Еще раз, только медленно. Завтра. Это первое. Второе. Есть часть ободрения. Чуть-чуть позже. Те, кто будут жить на территории Израиля и родят там детей, вступят в раздел земли и получат земельный надел наравне с потомками Абраама. Это будет чуть-чуть попозже. 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 Спасибо.